приветствую всех на своем канале с вами я александр вот недавно закончил ремонт своего домашнего пылесоса kit ford и фирмы модель kt 515 это аккумуляторный пылесос вот так он выглядит проблема заключалась следующим так значит индикации вот этот при включении не горела второе при включении не было питания по шлангу и не было подачи на вот эту вот щетку напряжения из-за этого она не крутилась прозвонив всю цепь по шлангу вот тут вот два контакта есть тут вот два контакта есть выяснил следующее что банально нету напряжения пришлось разбирать данный пылесос разбирается сразу геморройно очень вот разобрал оказалось просто я не знаю как-то перебитый провод как вы можете видеть на картинке ну и собственно пропайка замотка изоленты термоусадка вот ну и собственно говоря сейчас как вы видите пылесос работает пользовался им пылесосом примерно полгода раз две недели я включал на и на так основательно в основном использовал по мелочи где-нибудь убрать так ну локально в общем за эти полгода у меня накопил очень много пыли неимоверно просто много вы сами это видите на картинке откуда она взялась я не знаю что-то попадало в эту банку я тоже не понимаю пылесборника ну в общем сами судите смотрите как говорится провод как перебила тоже мне не совсем понятно то ли при нажатии на ручку когда держишь то еще как-то в общем провод был реально перебит причем чем там можно было сделать каким пластиком как контактировать с этим проводом я поднять не могу ну ладно всем приятного просмотра поехали я хочу вам показать как разбирается вот такой вот пылесос фирмы kitfort и так смотрите для разборки данного пылесоса надо первое открутить все винты которые вы видели вот тут боковой винт тут боковой винт вот тут вот два винта тут также винт тут два боковых винта и тут четыре винта плюс вот тут вот еще два винта после того как вы их открутили это все видимые винты которые присутствуют снимайте вот такое вот кольцо стояло на морде вот так вот тут и оттягивайте снимайте это все легко можно сделать тут проблем нету дальше открываете ну вот тут хотите защелки откройте вот либо попозже откройте эти защелки ну это в принципе роль не играет под этими защелками с одной стороны будет раз два и вот тут еще один третий винт вот эту вот часть нижнюю этот винт открутили тут открутили и сняли аккуратно снимать слегка тут находится но платка мини до которые контакты просто держит вот так же тот мотор у нас находится ну вот дальше значит как снять верхнюю часть это самая геморройная часть верхняя и вот смотреть если снимать все целиком во первых это очень сложно во вторых вот тут вот еще в конце по бокам за защелки такие которые держатся вот тут тоже геморрой но очень их отщелкнуть как предполагается разбор вот не как я открутил тут внутренние винты с той стороны подлез еще вот этот винт смог открутить до держал эту крышку они предлагают всю эту целиком китай снять а потом уже вот тут вот можно типа раскрутите вытащить спокойно данную светлую часть на но попробуйте вот эти вот все защелки которые вот тут вот вот тут вот тут вот были вот тут вот тут вот тут вот тут�л flying тут минимум вот тут вот вот тут вот да вот и эти эти зачем киши держит и вот эти за счет держит попробуйте вот это все отщелкнуть и снять по моему это нереально чтобы не сломать защелки но дальше я думаю проблем не будет дальше откручивать боковые винты все и собственно корпус должен разъединиться больше его ничего тут не сдерживает единственное не забывать тут провода смотреть как чуть проходит и параллельно но вот плату надо почистить тут надо все от грязи почистить чтобы нормально выдувал воздух принципе все но вот так вот выглядит пылесос после разборки значит как вы видите в корпусе полно пыли из этой с этой стороны поэтому мы с вами видели что забита решетка вентиляции выдуву воздуха вот она тут уже прессовался это мелкая пыль с этой стороны также даже больше тут пыли набилось он даже до решетки не добраться то есть вот за полгода столько от пыли насосал данный пылесос помимо этого как вот я вам уже показывал данный дефект да то что обрыв провода тут произошел но я думаю тут просто при сборке не аккуратно положили по трассе воду по проводной пластиковой трассе эти провода поэтому со временем все таки как-то при нажатии на ручку на это или еще как-то ну в общем все это дело у нас благополучно перетерла скорее вот этой частью перетерла данный проводок и пылесос принципе пылесосил но не в полную мощность щетка щетка не работала вот так вот нехитрый разбор нехитрый ремонт вот но конечно повозиться кто будет разбирать сам вам придется потому что достаточно сложно все это дело разобрать раскрутить поэтому будьте внимательны